Всем привет! С вами Алексей. 28 марта 2021. 20 километров от Харькова. Идёт очередная волна упаковочек и отправок саженцев фундука. И буквально сейчас два слова о самой упаковке, как это происходит. Каждый раз всё меняется. Надеюсь, меняется к лучшему. Надеюсь, будет всё лучше и лучше. Значит, по поводу упаковки. Вот такое помещение одно, вот такое помещение второе. Всё находится под накрытием, всё закрывается. И это очень хорошо, так как ветер не дует, и саженец, который фасуется, не заветривается. Вот так выглядят посылки. Кто спрашивал, ещё потом сверху встречуется на новой почте. И всё, каждый саженец там идентифицирован. То есть, есть специальная бирочка на нём. Так. Будем надеяться, что доедет хорошо. Влажная тырса. Саженцы упаковываются во влажную тырсу. Так. Сейчас остановимся буквально пару слов. Какие бывают саженцы. Саженцы, говорю я маленький, говорю я там небольшой. Или говорю хороший саженец. Вот, допустим, хороший саженец. По 10 штук упаковки. Корневая, думаю, видно. Достаточно толстая. Всё подписано. Вот это идёт более тонкий уже саженец. Корневая есть чуть больше, чуть меньше. Это уже небольшой саженец, да. Он небольшой. Он хороший, но он небольшой, скажем так. Маленький не покажу, потому что маленького вообще нет. Маленький саженец будет, ну, полтора раза меньше этого. Примерно. Это всё предупреждается. Так как было у нас в осенней отправке сорт пирожок. И, ну, по некоторым сортам может и были саженцы. Не такие уж большие, как хотелось бы. Ну, я надеюсь, приживутся, всё будет хорошо. Это, ну, это допустимо. Вот, серия. Он подрезается при отправке. Получается сантиметров от 50 до 70. Ну, такой саженец. Как по мне, это нормально. И толщина есть, и корневуха есть. Вот, допустим, это вертикальный отводок. Есть горизонтальный, вертикальный. Вот, вертикальный. Можно, может, и кто неопытный, могут подумать, что это сенец. Но здесь, на самом деле, хорошо видно отделение от куста. То есть, сенцами мы ни в коем случае не занимаемся. Ну, бывает, я называю это некондиционные. Я их называю просто кривой. Вот тут и корневуха как бы есть. Вот, сорт галины. Ну, вот тут такой кривой получился. А это просто вот с малой корневой. Соответственно, там идет уже договоренность. Смотрим по ситуации. Если саженца нет, то такой саженец люди покупают. Если купить негде, такое бывает, когда с саженцем проблемы. Ну, бывает на такой саженец, скажем так, скидочка по договоренности. Все, не буду долго затягивать это видео. Надеюсь, все вам примерно понятно по ситуации. По как происходит фасовка, как саженцы отправляются. И приблизительно какого вида они бывают. Бывают еще, честно говоря, и побольше саженцы. Бывают еще и двухлетки. Но двухлетка может быть небольшая. Единственная ее заслуга это то, что там, возможно, будут сережки. Ну, как по мне, лучше высадить шикарную однолетку, крупную, уже готовую к развитию штамба, чем двухлетку. Ну, если двухлетка, скажем так, хорошая, потому что бывают и толстые, и мощные, и однолетки, и двухлетки. Также бывают саженец еще больше. То есть, это мы уже смотрим саженец в конце весенней фасовки. Все. В принципе, там немножко саженца есть. Кого заинтересует номер телефона в описании, кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Кому очень понравилось, поделитесь, пожалуйста, с друзьями. Можно задавать вопросы в комментариях. Ну, а кто не подписался, подпишитесь, пожалуйста, с колокольчиком. И не просто с колокольчиком, а кто интересуется фундуком, подписаться. Уведомления все. Получать уведомления все. То есть, колокольчик, уведомления все. Будете получать все видео и будете в курсе всех событий. Все, на этом всем будем прощаться. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока.